Сегодня у нас третье расширенное заседание. В постоянном режиме у специалистов Совета, как уже было отмечено Рустамом Галичем, проработки находятся около 50 проектных групп. Сегодня мы планируем представить и обсудить результаты работы 8 из них. Но вначале я бы хотел дать информацию по проектным группам, представленным на прошлом расширенном заседании. Из числа проектных групп прошлое заседание самое быстрое решение получила группу по лицензированию, по сбору отходов животноводства, то есть навозу. Тема получила федеральный резонанс. Ваша, Рустам Галичем, моментальная реакция задала сильный импульс решению проблем. В кратчайшие сроки, буквально после заседания, все вопросы у проверяющих и надзорных органов фермерам, можно сказать, отпали. Напомню, в связи с изменением в законодательстве, более 2000 татарстанских фермеров попали под риск гигантских штрафов за обращение с отходами животноводства без лицензии. При обсуждении на проектных группах было выяснено, что фермерские хозяйства повсеместно не соответствуют требованиям санитарного и экологического законодательства. Сегодня они уже реализуют мероприятия, направленные на приведение хозяйств в соответствии с требованиями и нормами. Полное разрешение получила проектная группа по теме упрощения процедуры сертификации установки газобаллонного оборудования на автомобиль. В Совет обратились предприниматели с тревожным сигналом о падении рынка услуг по установке газобаллонного оборудования на 30%, а иногда местами и на 70%, а вместе с ним и падение спроса на заправку автомобилей с жиженым газом. Сложившая ситуация была связана с вступлением сил технического регламента Таможенного союза. Он установил новый порядок регистрации транспортных средств с несением в его конструкцию изменений, в том числе с установкой газобаллонного оборудования. И физлицы, и предприниматели оказались под угрозой больших штрафов, а целая отрасль стала на грани выживания. После доклада о проблеме на Совете было дано поручение проработать предложенные варианты группой решений и качественно изменить сложившуюся негативную ситуацию. Благодаря личному участию заместитель премьер-министра Республики Шамиль Хамедовича Гафарова и партнерской позиции органов ГИБДД удалось в кратчайшие сроки снять проблему. По итогам выполнения поручения процедура согласования установки газобаллонного оборудования сегодня сократилась с 55 дней до 3. Работа органов ГИБДД в настоящий момент совместно с компаниями-установщиками газобаллонного оборудования четко отлажена и при мельчайших нареканиях оперативно корректируется. Третья проектная группа также получила всероссийский резонанс. Это проектная группа о пересмотре запрета на размещение хостелов на квартирных домах. В соответствии с законопроектом об изменении жилищных кодекс деятельность хостелов в жилых домах должна была стать полностью нелегальной. На момент заседания законопроект уже прошел первое чтение в Государственной Думе. Было очевидно, что его принятие будет негативно влиять на привлечение туристического потока в город Казань. 45 из 96 только казанских хостелов будут вынуждены просто закрыться. Члены проектной группы обратились к депутату Государственной Думы Александру Сидякину с предложением принять участие в работе Совета и совместно найти решение. Тот с готовностью откликнулся, и были проработаны два варианта изменений в вышеуказанный проект. Буквально на днях, 29 ноября, по итогам заседания экспертно-консультационного совета фракции «Единая Россия», Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству эти поправки были поддержаны. В начале следующего года депутаты внесут поправки на рассмотрение профильным комитетом, а затем на голосование в Госдуму. Инициированные Советом изменения позволят сохранить 45 тысяч компаний в России. Кроме того, обсуждались на прошлом заседании и другие проектные группы. Эта группа по угрозе сноса 640 рекламных конструкций в набережных Челнах. В настоящий момент угрозы больше нет. На финальной стадии согласование проект организации движения и расположение технических средств организации дорожного движения. После чего будут проведены торги на право размещения рекламных конструкций. А пилотные торги уже начались сейчас. Пока находится в активной фазе решение по проекту группы регулирования деятельности детских дошкольных образовательных учреждений. Группа предлагала уравнять в правах на получение субсидий и муниципальные детские сады, и частные в вопросах финансирования. В Америке было дано поручение проработать и внести предложение по дополнительному субсидированию услуг по уходу за детьми в частных дошкольных образовательных учреждениях. В настоящий момент у нас ведется до сих пор работа по выработке единых позиций. Исполнительного комитета города Казани, Министерства образования и науки Республики Татарстан. Но, тем не менее, мы уверены, что в этом вопросе нам тоже удастся найти решение, которое мы сможем в дальнейшем предложить участникам Совета и председателю. В заключении своего выступления я хочу подчеркнуть, что спустя год после начала работы Совета Совет стал площадкой для вовлечения предпринимателей в процесс улучшения делового климата в Республике, в решении вопросов, которые встают перед бизнесом. За текущий год в работе Совета было в общей сложности вовлечено более 20 тысяч предпринимателей для экспертизы, работы в проектных группах, для мониторинга проблематики. Среди этих предпринимателей есть и крупные федеральные торговые сети, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, производители социально значимых товаров. Есть и небольшие бизнесы, это представители мобильной и нестационарной торговли, бытовых услуг, риэлторы и другое. Кроме того, к работе Совета были подключены все органы государственной власти Республики, все муниципальные образования и наиболее значимые для предпринимателей территориальные органы, федеральных органов власти. Нельзя сказать, что все получилось, были, конечно, и сложности. Были сложности с получением конкретных предложений от бизнеса, очищенных от эмоций и личных интересов. Зачастую было сложно включить в активную работу некоторых представителей органов власти, включить их в проработку поставленных вопросов. Ну и, конечно же, было непросто найти то решение, которое удовлетворяло бы интересам и частным, и публичным. Однако проектный подход за этот год однозначно подтвердил свою эффективность. Пусть не за одно заседание, но по итогам системной работы проектных групп удавалось выработать конкретные варианты решения и доводить их до реализации. В следующем году мы продолжим начатую работу и призываем предпринимательское сообщество принять в ней активное участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова